Всем привет, вы на канале Криптокомменты, и сегодня мы поговорим о биткоине, как обычно. Смотрите, очень интересно, что происходит сейчас. Вчера я выпустил видео, назвал его «Биткоин падение – это ловушка, не ведитесь». И там, кстати, классное интервью Нэтали Брюнул. Посмотрите обязательно, сейчас появится сверху. И что мы видим после этого? Что биткоин уперся в достаточно сильный уровень. Вот эту вот зону, которую я обозначил, 38-39500, вот эта вот зона, как вы видите, это сильное сопротивление было вот здесь, вот в этом паттерне «Голова и плечи», который, кстати, отыграл вообще отлично, это было сопротивление. После того, как мы его пробили, мы ушли точно до цели, которая измеряется плюс-минус вот так, да, и ставится сюда. Вот, видите, мы дошли точно до цели, поэтому всем, кто взял это движение с нами, тот большой молодец, всем респект и уважуха. Но, что я вам хочу сказать. Я не разгрузил здесь всю позу, потому что для меня мы все еще находимся в большем паттерне «W». Посмотрите, вот это у нас паттерн «W». И то, что мы сейчас отвалились сюда, это нормально, потому что, как я уже сказал, мы вернулись на ретест сопротивления. Сейчас будет очень важно увидеть, что биткоин удержит это сопротивление как поддержку и отскочит уже от него наверх и пойдет дальше. Тогда это подтвердит траекторию повышающихся минимумов, и все будет хорошо, как говорится. Вот, но слушайте, давайте так, отдалимся от этого теханализа, от графиков, потому что, ну, все понятно, можем упасть, как говорится, можем вырасти, там, тут никто не знает будущего. Но, ребят, если вы сейчас это продаете, я вам так скажу, мне вас жаль, потому что, ну, посмотрите, балансы биткоинов на биржах просто стремятся к историческому минимуму. Иными словами, создается дефицит биткоинов. Понимаете, что мало биткоинов на бирже и много стейблкоинов. Соответственно, пампить цену очень легко будет, потому что биткоинов нету. Выкупит весь стакан, куча из стейблов, биток улетит на сотку. Посмотрите, когда у нас так балансы биткоинов на биржах вообще, такой отток биткоинов был на биржах. Да вот только здесь, один раз. В булране 16-17 года, перед финальной фазой экспансии маниакального пузыря, параболического роста, да. И тоже был экстремальный страх, кстати. Посмотрите, вершина коррекция, вершина коррекция, отток средств. Все думают, ну все, начинают шортить. И мы улетаем с 1000 долларов на 20. Посмотрите, что сейчас у нас. Вершина коррекция, вершина коррекция, отток средств. И что? Правильно, все начинают шортить. Индекс страха и жадности в экстремальном страхе лежит уже месяц. Даже больше месяца, ребят. Вы понимаете, что бычьи рынки так не заканчиваются. Бычьи рынки заканчиваются эйфорией. Даже если считать, что вот здесь, вот многие сейчас считают, что здесь закончился бычий рынок, здесь была эйфория. Вот здесь была эйфория на промежуточном. Но здесь нет полной истории, чтобы вам показать. Но никак не здесь, ребята. Эйфорией и жадностью они заканчиваются, но никак не страхом и продажами. Понимаете, что сейчас заставляет вас делать крупный игрок? Продавать надо было вот здесь. Вот здесь надо было продавать. И вот здесь. И тот, кто здесь продал, сейчас заставляет психологически вас продать внизу. И что он будет делать? Он будет вас откупать. Потому что что такое продажа? Продажа – это шорт-позиция. Что такое закрыть шорт-позицию? Даже на споте. И это значит купить. Байбэк. Если вы шортите, значит вы ставите на понижение. Значит вы, чтобы забрать прибыль, вам надо купить обратно дешевле. Что происходит, когда крупные шорты закрываются? Начинается рост. Сопровождающийся каскадом ликвидации шортов и еще больший рост. Что происходит сейчас? Вот здесь вот хомяки продали втридешево китам. Мы пошли вверх. Снова киты продали. Сейчас хомяки втридешево продают китам. Даже если мы чуть ниже сходим. Это не меняет общей глобальной картины. В итоге это будет туда. И моя задача вам донести, что вы должны даже пускай так, так или так, но это все равно будет туда. Поэтому моя задача вам донести эту информацию и обезопасить вас от потери средств. Понимаете? В этом случае продавая. Конечно же, всегда есть риск того, что мы уйдем еще ниже. Тем более непонятно, что сейчас происходит. С фондовым рынком в том числе. Давайте посмотрим. Сегодня суббота, но тем не менее мы видим, что фондовый рынок у нас с вами падает уже достаточно продолжительное время. Но опять же, говоря про фондовый рынок, обычно, когда он падает до средних скользящих, это как раз лучшее время, чтобы покупать акции на панике. Там, где все продают. Что было вот здесь на ковид-дампе? Все продавали вот здесь вот в панике, внизу на минимальном отскоке. Все продавали и говорили, что все, это медвежий рынок. Мы больше никогда не будем идти наверх. Олеся Растанин, например, покупал всю эту просадку. Красавчик вообще. И что после этого произошло? В-образное восстановление. Вот. Сейчас я не говорю, что точно так будет. Возможно, мы еще отпадаем. Но, возможно, потом будет такое же V-образное восстановление к новым хаям. Но, тем не менее, даже если фонда уйдет в медвежий рынок, ребят, я жду уже, чтобы она поскорее ушла в медвежий рынок. Потому что ей, в принципе, давно пора. У фондового рынка не было медвежьей фазы затяжной. Начиная с 2008-2009 года. Кризиса, когда лопнул ипотечный пузырь. Так биткоин, чтобы вы понимали, появился именно тогда. Биткоин появился как ответ на кризис. Вот у нас было два медвежьих рынка за последние 20 лет. Пузырь доткомов и ипотечный пузырь. Биткоин появился как ответ на кризис в банковской сфере. И после этого фондовый рынок видел только бычий сценарий. Мы еще не видели медвежьего рынка по фонде, когда у нас уже существовал биткоин. Мы еще не видели, как биткоин себя ведет в медвежью фазу фондового рынка. Так вот тут, ребят, надо понять. Многие говорят, что есть корреляция биткоина. На самом деле особой корреляции нет. Да, вот здесь вот была корреляция в моменте. Она есть, как правило, локальная. Но глобально, как мы с вами видим, у биткоина было уже два медвежьих рынка. У фонда еще ни одного. И при этом биткоин недавно у нас с вами сложился на 50%, а альты на 75%. А фонда перла наверх. Поэтому нет никакой корреляции. И посмотрите на золото. Золото собралось на To The Moon. Собралось переписывать All Time High. Наконец-то. И для меня биткоин все-таки это больше цифровое золото, чем акции. Это скорее эти токены ваши, криптовалюты другие, это как акции. Всякие там проекты, какие-то ланчпады, там эти DeFi, MeFi, NFT. Это все хайп, это все уйдет. Оно все будет стоить гораздо дешевле в какой-то момент. Все перехайпованные монеты. И из-за них, кстати, доминация BTC-то так и просела. Но вот насчет альт-сезона, ребят. Честно говоря, вот эта желтая точка по доминации на месячном таймфрейме говорит мне о том, что очень с высокой долей вероятности будет снова бит сезон скоро. Возможно, мы еще чуть-чуть там пофлетим. Или все-таки сходим чуть ниже, как я раньше и рассчитывал. Ниже вот этого лоу. Потому что альтов очень много. Но, возможно, мы даже туда не сходим, ребята. А сразу попрем сейчас наверх. И, тем не менее, это не отменяет туземуна отдельных старых альтов типа Дэшика, Лайткоина, Зикэшика. Потому что их капитализации просто ничтожны по сравнению с всякими Аваксами, Саланами, там, НИР-протокол и прочее перехайпленного дерьма. Матик и так далее. Поэтому будьте осторожны с альтами, которые сделали уже по сотне иксов. Вот еще один аргумент в пользу роста, ребята, и того, что это еще не конец, и крупные игроки не выводят деньги с рынка. Это рынок альткоинов к биткоину. Посмотрите. Сегодня, опять же, у нас небольшое снижение к доллару. При этом альты к биткоину стреляют по 3, по 5, по 7%. В том числе Трон, кстати, неплохо пошел. XRP к биткоину. Это мы смотрим график. То есть это нам говорит о том, что альты к доллару падают медленнее, чем биткоин. А еще больше это нам говорит о том, что ликвидность из биткоина сейчас уходит не в доллар, не в кэш, а в альткоины. То есть что это значит? Киты просто пережидают на дампе в других альтах, чтобы потом выйти обратно в биткоин. И раз я сейчас показываю вам это, то не могу не отметить, что биржа Poloniex, если вы узнали этот интерфейс, напишите в комментариях, кто знает биржу Poloniex, кто торгует еще до того, как появился Binance. Биржа Poloniex, некогда крупнейшая биржа по объему торгов до Binance, объявила о том, что закрывает маржинальную торговлю 6 марта, по-моему, или 8, поправьте меня, если я не прав. Короче, вот, буквально завтра-послезавтра она начинает процесс закрытия маржинальных торгов, и в течение месяца нужно будет закрыть все маржинальные позиции и вывести средства с этого счета на спот. Если вы этого не сделаете, ничего страшного, но как, биржа сама вам закроет принудительно сделки, плавно разгрузит их и выведет, но лучше же контролировать это, чем вам биржа разгрузит, да, их там невыгодно где-то. Поэтому просто имейте это в виду, но биржа, как я понял, закрывает маржинальную торговлю на время, и ничего страшного в этом не будет, просто они хотят апгрейдить движок, апдейтить движок, фьючерсы будут работать, спот будет работать. Так что просто имейте в виду, если у вас там какие-то средства, то лучше их оттуда выводите, пока что, на время этой профилактики. Вот, я, собственно, сам, наверное, так и буду делать тоже, после записи этого видео буду сокращать позиции и разгружать. Вот, но также все еще прекрасно работают Bybit, Femix, ссылки на которые вы найдете в описании. Binance вроде тоже пока работает, проблем особых не наблюдается. Напишите в комментарии, если у вас есть проблемы с какой-то биржей, с выводом или еще с чем-то, чтобы мы имели с вами общую картину понимания. А, ну и, конечно же, как я могу не отметить, недавнее движение цены Каста. Каста, насколько вы знаете, это проект Карла, The Moon и его друга Карла Рогента, который мутит крутейшее решение в стиле CryptoPayPal 2.0, то есть кастодиальное решение для мгновенных и бесплатных переводов всех криптовалют по всему миру. Очень крутой проект. Да, он может еще попадать. Да, у него была цена в районе двух центов на Сидраунде. Но, извините меня, он уже выстрелил до 2 долларов на Байбит. Да, это был манипулятивный памп. Но сейчас он скорректировался уже до 20 центов и пампанул почти на 50. Я думаю, что прямо сейчас котлетить на всю не стоит, но присматриваться к покупкам вполне можно. Я лично по 20 центов докупал. Там по 22 где-то. По 23. И думаю опять, если он спустится ниже 30, буду снова подкупать. Для меня вот все, что ниже 0.3, нормальная цена в долгосрок. То есть я для себя решил, что все, что ниже 30 центов, там 25, 20, 15 дадут, я буду докупать. Вот. Так что каста Тузамун, что тут скажешь. Ждем запуска приложения. Оно уже в бета-тестировании сейчас проходит. И ждем листинга на желтую биржу и на остальные. И я думаю, что Тузамун нам обеспечен. Но это скорее как инвестиция на долгосрок. По BitDAO тоже просили. Давайте я вот посмотрю выборочно эти несколько монет. По BitDAO. О, это BitDAO к BitKu, кстати, я открыл. Интересный график. Я его еще так не торговал. Но BitDAO к доллару, наверное, вам надо. По BitDAO, честно вам скажу, в принципе, я жду ее ниже доллара. И я это говорил еще, когда мы по 2 ее накупали. Я частично распродал ее здесь. Плюс небольшой. И сейчас докупаю снова по 1.5, по 1.3, по 1.1. Но, тем не менее, у меня есть спекулятивная позиция на деривативах. С довольно-таки близкой ликвидацией. И я никому не рекомендую такую позицию держать. Вот, у меня ликвидация 0.86. Возможно, эту позицию смоет. Поэтому я буду предпринимать какие-то действия сейчас. Возможно, я как раз с Полоникса выведу и закину сюда маржи, докуплю BitDAO. Чтобы меня не смыло по этой позиции, я буду ее усреднять. Поэтому дисклеймер, друзья мои, не финансовый совет. Торговля на бирже очень опасна. Лучше идите на работу, на завод, берите ипотеку, машину, кредиты. Живите спокойной жизнью. Не трепите себе нервы. Но если вы все-таки решились и готовы на эти авантюры, то напоминаю вам, что... Правильно, что все ссылки на биржу вы найдете в описании с хорошими бонусами для вас. С промокодами и скидками на комиссии и так далее. А также рабочие обменники, которые прекрасно работают сейчас в эту ситуацию. И хорошие, надежные кошельки. И также наш телеграм-канал, наш второй канал, на который обязательно нужно подписаться, потому что там сумасшедшие переводы для вас делают наши ребята, все зарубежные аналитики. Ну и проект Каста, полезные обзоры, видосы и все остальное. Вот такие вот дела. А, и посмотрите, что сказал про криптовалюты в своем недавнем подкасте замечательный профессор по экономике Сергей Гуриев. Как финансово поддержать семьи в России тем, кто находится за рубежом, остались ли какие-нибудь пути? На самом деле это очень непростой вопрос. Чем дальше, тем труднее переводить деньги и туда, и обратно. И в этом смысле я думаю, что единственный способ это пытаться как-то связываться. Я думаю, что сейчас будут волонтерские организации, которые так или иначе будут помогать вам это делать. Но есть еще, собственно говоря, и криптовалюты. Я не большой сторонний криптовалют, но пока они не запрещены в России. И в принципе можно, грубо говоря, покупать анонимные криптовалюты за границей, передавать пароли своим друзьям в России, которые смогут их там так или иначе использовать. Криптовалюту в России не запрещают, в том числе и потому, что выводить деньги хочется и самим чиновникам. Поэтому я думаю, что криптовалюта в России останется. Вот, как вы видите, даже такой скептик, как Сергей Маратович, и то высказался положительно за крипту в плане того, что это чуть ли не единственный способ переслать сейчас деньги в любую точку мира, любую сумму денег, абсолютно не подчиняясь никаким контролирующим органам. Понимаете, это реально уникальная возможность. Рубль уже 122. Охренеть. Доллар в смысле. Напоминаю вам, что биткоин к рублю – это опережающий индикатор туземуна. Посмотрите, как он хорошо пошел. И это вопрос времени, когда к доллару биткоин сделает то же самое. К турецкой лире, я вам напоминаю, биткоин уже сделал конкретный перехай, потому что турецкая лира раньше упала. И я думаю, что ко всем фиатным валютам нас ждет плюс-минус такой же сценарий очень-очень скоро, поскольку все фиатные валюты, ребята, обречены на полнейший скам, потому что это и есть полнейший скам. Все банки, все правительства – это все конченая скамина. Ну а с вами был Гризни, это канал Криптокоммаз. Спасибо, что смотрите. Я надеюсь, вы тут не для того, чтобы по-быстрому нарубить иксов и баблишко сделать, потому что такие на рынке все проигрывают. А я надеюсь, вы понимаете крутость технологии блокчейн, то, что это будущее финансов и все такое прочее. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем профитролей. Удачи. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok